Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Сегодня тема нашей передачи, нашей встречи очень необычная, неожиданная, как может показаться, потому что вдруг мы как бы обсуждали темы, связанные с Великим Постом или праздниками Великого Поста. А сегодня хочется поговорить о фрагменте Евангелия от Матфея, где Христос на вопрос о том, что есть Царство Божие, приводит притчу о закваске, где женщина в три меры добавляет некую закваску и это вскисает все тесто. И вот Христос, к сожалению, или не знаю, или к счастью, никакого объяснения этой притчи не дает, как это делалось, может быть, по отношению к другим притчам. Он говорит, что Царство Божие – это закваска. И отпускает учеников, которые, видимо, сразу все поняли, во своясье. А мы, люди уже 21 века и не всегда, может быть, знакомые с тонкостями богословия, не всегда считываем смысл этой притчи. А нам кажется, что это очень важно, потому что я думаю, что мы сегодня подойдем к очень важному выводу, что закваска воскресенья, она очень важна. И именно она лежит, собственно говоря, в контексте понимания праздника Пасхи и Великого Поста. Говорим с нашим гостем, с ректором Самарской духовной семинарии, с отцом Максимом Кокаревым. Здравствуйте, батюшка. Добрый день, отец Сергей, добрый день, дорогие телезрители. Я, может быть, предвосхитил финальный вывод, сказав, что действительно закваска воскресенья что-то должна в нас будет преобразить. Но, готовясь сегодня к нашей встрече, я наткнулся на очень интересное объяснение этой притчи. И поэтому я бы первое, с чего бы хотел, чтобы мы начали, что у закваски в библейском контексте, то есть этот образ возникает и в книге Исхода, и, понятно, что в Евангелии, и у апостола Павла, и в книге Апокалипсиса, там все эти семь церквей тоже там говорится про закваску. И вот во всех случаях закваска – это образ, который имеет отрицательную коннотацию. Закваска фарисейская, саддукейская, закваска Ирода. Апостол Павел призывает тоже закваску ветхую изменить, преобразить и так далее. Закваска, если книга Исход, то, опять же, иудеи, бегущие из Египта, наоборот, как раз не должны были квасить хлеб. И это впоследствии в пасхальном седоре оно как бы себя реализовало, потому что они ели опресноки, да, то есть хлеб не квасной. То есть везде отрицательная коннотация, и получается только у Христа как будто бы положительная. А вот я встретил точку зрения, что на самом деле у Христа это отрицательная коннотация. Что это закваска церкви, закваска для церкви, которая будет ее портить, и Царство Божие придет тогда, когда, условно говоря, спасать уже будет некого. Вот давайте поговорим вообще об образе закваски. Это интересно, да. Возможно, такое прочтение тоже имеет право на существование, но все-таки, надо сказать, что не мы с вами первые додумались до образа закваски. Не только отрицательного, но в светоотеческом понимании есть и другое прочтение этой притчи. Потому что, в принципе, сама закваска, наверное, она, ну, понятно, что часто встречается как отрицательная, но сам образ, взятый из хозяйства вполне себе, из такой бытовой совершенно образ, он, ну, вполне может быть, ну, таким амбивалентным, да. То есть, у нас очень многие вещи, они, ну, то есть, могут и так, и так. Ну, то есть, у нас образ воды, да. Ну, вода, ну, вода, там, жизнь, вода, там, скачащая жизнь вечную, там, вода шивая и так далее. Ну, вода – это потоп и все остальное прочее. Это такая стихия и не всегда по отношению к человеку благорасположенной, скажем так. Поэтому здесь примерно такая, потому что сама по себе закваска, да, это что-то, что дает возможность, ну, движения, да, жизни какой-то, возрастания. То, как это... То есть, впервые она возникает как раз в ней исход, это первый такой образ. И там в ней самой-то ничего плохого нет. Там просто задача стоит. То есть, там закваска – это образ укорененности. То есть, когда ставят квашню, предполагают, что нужно время. Время, чтобы... Там хлеб должен подняться. Вот. А о них там, действительно, они бежали. Им там было сказано, что не только закваска, вообще ничего, вот что... То есть, ну, ставящие закваску предполагают, что она задерживается. Они ели свою последнюю, вот, последнюю трапезу обутыми. В одной руке посох, другой рукой они ели. Поэтому вот это вот внешнее подчеркивание готовности опоясанной, с посохом, да, бежать. Какая-то там закваска. То есть, там строго было сказано, не вздумайте ставить никакую там квашню. И из этого потом, да, со временем, то есть, поскольку вот этот сюжет стал для иудейского народа просто вообще народообразующим, и это все, да, как будто исход... Это, в принципе, основа даже отношений с Яховой, основа этой договоренности. Потому что, когда мы видим все остальные запады, весь остальной закон, там сказано, я Господь Бог Твой, Который вывел Тебя из страны египетской, из земли рабства и так далее. То есть, это просто основополагающее. Поэтому, естественно, ежегодное воспоминание этого события, оно воспоминалось в деталях. И поэтому, естественно, о пресноке, естественно, ничего квасного быть не должно. Мне очень нравится и сейчас практикующиеся очень религиозными людьми обычай этого хамец. — Выметать все. — Да, когда ищут и находят. Причем там по-разному, может, я не знаю, но та версия, которую я считал, это когда глава семейства накануне со светом, желательно не со современным фонарем, а вот, значит, с таким, значит, обходит. И причем надо же, так сказать, найти, то есть, специально кладут, специально находят. Потому что нельзя просто обойти и сказать, ничего квасного нет. Оно должно быть найдено и уничтожено, и выкинуто. То есть, на этом нет. В этом очень трогательная такая история. Вот. И поэтому, то есть, это не значит, что я к тому, что во все остальное время у квасного нет отрицательных. Надо в этом смысле. То есть, это просто время такое. Мы вспоминаем исход, бегство, да? А так, что никогда не едят обычный хлеб квасной, а всегда только вот пресс, значит, мацу. Вот это особенная такая история. Но вот, пользуясь этим образом, да, им, он, вот, Христос его использует и в совершенно откровенно отрицательном смысле. Берегитесь о закваске. В одном месте он говорит фарисейский и саддукейский, в другом месте, там, немножко по-другому. То есть, у синоптиков там текст чуть-чуть различается. Ира, да, он еще что-то забывал. Фарисейский и Ира, да. Вот. А что, если, вот, опять же, для наших телезрителей, что имеет в виду Христос, вот, когда он ее отрицательно употребляет? Что такое закваска фарисейская, саддукейская и Ира, да, если последовательно? Ну, дело в том, что в данном случае мы же, даже мы это слово уже настолько привыкли. Мы даже зачастую, ну, даже многие, кто это слово употребляет именно в этом контексте, в отраве от кулинарии, далеко не все помнят, что это вообще-то с Библией как-то связано. То есть, вот, ну, вот он, человек-то, он, как-то, и закваска у него такая была, да, что вот как-то вот изначально, да, что-то вот в него попало, и вызрело вот, и человек, он вот такой получился, потому что на этом был заквашен, условно говоря, то есть, на какие-то, то, что потом развивается, то, что потом вырастает, и это некое начало. Поэтому фарисейская, садукийская и иродовая закваска – это некие, ну, условно говоря, качества или характерные черты, там, ну, в случае с фарисеями, я не знаю, религиозного мировоззрения, да, вот, ну, то, за что их всегда, да, то есть, ставится на вид, то, что тема противостояния с фарисеями – это одна из центральных через все писания, это вот те, условно говоря, основные претензии к формализм, да, их вот это вот лицемерие и прочее, прочее, то есть, которые могут, попав в человека, да, ну, эта закваска может его сделать, вот, в полной мере дать ему развиться и, и вот, все, ну, не знаю, превратить его вот в такое. Ну, садукеев – другая история, цинизм – это, как обычно, по крайней мере, как, да, но… Ну, тут надо сказать, да, что садукея – это, условно говоря, аристократическая такая часть общества еврейского. Ну, относительно, то, что можно было… Ну, это первосвященники, да, это очень небольшие, их меньше, чем фарисеев, это… но они… Ну, условно говоря, это крайне левые. Фарисеи – это крайне правые фундаменталисты, садукея – это… Ну, это вообще отдельный вопрос, наверное, который мы сейчас не успеем осветить, потому что так иногда говорят, но если разбираться, то это… Ну, кто из них больше фундаменталисты, еще посмотреть. Дело в том, что они ничего, кроме Тора, не признавали. У фарисеев было ощущение, там, от устной Тора и преданий старцев очень много, а эти, ну, они… Их можно назвать отчасти, там, протестантами Ветхого Завета. Это вот не просто слова скриптуры, они и пророков-то не признавали. Поэтому, ну, пока не так, как фарисеи, авторитет пророческих книг, то есть это люди, которые признавали только Тору, условно говоря, практически. Если там буквально что-то не написано, все, извините. То есть они буквалисты еще те, на самом деле. Вот. И в каком-то смысле это тоже можно считать фундаменталистом таким, как вот протестантский фундаментализм, где есть только писание и только его буквальное понимание. Поэтому, если что-то… Почему они отрицали, говорят, что они отрицали воскресенье? Ну, где в Торе очень четко об этом сказано? Или где в Торе сказано, там, какие-то чего вещи они не признавали, да? То есть они… Поэтому вот фарисейская, более гибкая, более где-то склонная к преданию и к устной Торе, говорит, они все это ерунда, все это напридумывали сами. То есть они такие, они вечно… Ну, и в большей степени, конечно, там было, не знаю, чего было больше, там, политики. Они же воевали, в общем, физически друг с другом, вполне. То есть за какое-то время, там, до прихода Христа в мир была, за сто лет, 90-е годы, в первые годы Дальшества Христова, была корпоративная гражданская война, когда саддукеи победили, потому что у них был ресурс. Они были… Из них были первосвященники-цари вот этой последней династии. Они просто вырезали фарисеев почти всех. Там тысячи, я не помню, был Иосиф Флавик, это число, сколько-то тысяч. А остальные тысячи бежали в Египет, так как всегда, а то куда из Израиля бежали, по накатанной, так сказать, через Красное море. И вернулись они совсем незадолго. На самом деле, когда мы видим Христа вокруг фарисеев, наоборот, фарисеев вокруг Христа, да все, совсем уже заговорились. Они вернулись прямо действительно незадолго, потому что ситуация изменилась, там, и политическая ситуация изменилась, и немножко, так сказать, люди им сочувствующие стали ближе к власти и так далее. Но еще несколько десятилетий до этого почти не было фарисеев. Вот в таком религиозно-политическом поле Израиля, потому что саддукии силы их просто победили. И это резня была, самая настоящая резня. Но если мы говорим о закваске саддукейской, то это все равно некая такая усмешка в бороду над всем тем, что является, ну, богословски религиозно значимым. То есть над воскресением, над самим фактом встречи с Богом. Может быть, получается, если отвергают пророческие книги, то, соответственно, уже и ожидание мессии становится каким-то чем-то преданием, каким-то таким далеким, какими-то легендами и мифами. Вот. То есть, условно говоря, это, ну, такие высоколобы получаются чтецы Торы. А вот закваска Ирода. Ну, судя по всему, что это самая маленькая, ну, из тех вот партий, кто называет Флавия, она была, но... Иродиан. Да, самая маленькая, потому что, ну, это почти откровенная капитуляция, переход на такие коллаборационистские позиции. То есть, смириться с тем, что мы веру свою и свою религиозную идентичность не сохраним, мы не будем ее сохранять, а будем отраствоваться в мире, ну, эллинистическом вот этом, да, то есть, будем всячески прогибаться. Да, потому что это, сейчас у нас это называется глобализм. То есть, это тогдашние глобалисты, которые сказали, ну, Рим, ну, вот империя, вот греческая культура, кто мы такие-то, вот мы маленькие, у нас ничего своего оригинального нет, давайте станем частью этого всего. Вот. И понятно, что Ирод, это его вполне целенаправленная определенная политика, он там создавал новые города, называл их угодливо, прогибаясь, так сказать, в честь Влативеля, там еще и так далее, и так далее. Но его поддерживало не очень большое. То есть, Иродиан, судя по всему тому, что о них пишут, это небольшая прослойка, те, которые, ну, решили жизнь в тепле, она важнее всего, как бы, уже сдались. То есть, ни вера отцов, ни закон Моисеев, ничего, это уже вообще, в принципе, было не так актуально. Для виду, конечно, тот же Ирод, он вот сохранял какую-то видимость, вот, но это, это вот то время, когда можно было быть, наверное, где-то одновременно принадлежать к элите, но носить греческие имена уже все, ну, то есть, это постепенное растворение, это путь на такое вхождение в этот языческий мир через отказ от собственной идентичности. Ну, вот и вернемся теперь на фоне этого. Да, это некая заказка, и Христос велит беречься, и от фарисейского подхода, да, к своей вот этой отделенности в фарисеи, там, перушим, это отделенное, то есть, назвать себя белой костью, всех остальных людьми земли, как они называли, да, и вот, значит, самопровозглашенные элиты и так далее, и так далее, значит, духовные, конечно, элиты, потому что элиты, там, в таком властном смысле, были больше, что другие, вот, от всех этих вещей, это разные варианты, условно говоря, уклонения, да, от которых Христос советует беречься, да, потому что это все было отчасти, они все в этом все жили, варились, и, ну, вот, наверное, сильнее всего, может быть, почему фарисейский на первом месте всегда стоит, потому что фарисеи всегда были чуть ближе к Христу, Христос явно не в сторону иродиан, явно не в сторону вообще политики, и не в сторону, тем более, вот, официального культа, не в сторону первосвященников, фарисеев, многие видели в нем учителя, некого близкого, их только смущало, что он не настолько строг, что вот он, они постоянно, вот, движение фарисеев к Христу и от Христа, они говорят, ты скажи, вот, ты мессия, очень искренне, как в Евангелии от Иоанна, они его обступили, и не праздными вопросами, не лукавствами, не софизмами, как из Дукеи, которые спрашивали про невезучую женщину и семь ее мужей, а они искренне, буквально, обступили, не давали пройти, говорили, скажи нам, еще кого-то ждем, или ты мессия? Это и, в принципе, достаточно искренние люди, но, и поэтому, наверное, да, то есть какая-то фарисейская захватка была опаснее, потому что и чувство какой-то такой все-таки элитарности, зная слова учителя, участь у него непосредственно, стать такими, да, назидателями, как фарисеи, думаю, что для апостолов был такой, в принципе, риск, он апостолов предупреждает, вот смотри, вот так не делайте. Вот, то есть здесь захватка выступает как, да, как что-то такое, что вот может попасть, и со временем не сразу, то есть захватка тоже, здесь тоже очень важно, что захватка это вещь такая, И не всегда это медленно, допустим, не в одну секунду все это происходит. Вот в этом толковании, вот как раз, где закваска и в притче о Царстве Божьем отрицательно имеет значение, говорится именно о закваске, то есть о ее механизме действия. То есть она начинает убивать некие хорошие, как это назвать-то, ну, короче говоря, она начинает вскисать, начинает бродить то, что целостно, то, что чисто, то, что имеет, условно говоря, свой естественный рост, она начинает подогревать этот процесс тем, что начинает все киснуть, бродить и так далее. То есть то, что для нас вкусно, на самом деле в своей сердцевине имеет природу не совсем положительную. И в этом смысле, да, наверное, это то, что в наших вечерних молитвах мы периодически называем, не периодически, а, в смысле, называем семенем тли, которые есть во мне и которые тлят-лит там и так далее. Греховная закваска, да. То, что в нас попало, эта закваска тоже закваска, то, что попало со времен Адама, то есть то, что это тоже, мы считаем, закваска. Но вот все-таки вот если, как вы на притчу смотрите, то есть это положительная или трясающая? Особенно в плане хлеба, посмотрите, для меня это литургическая история. У нас хлеб хвостной, и мы считаем, что мы причащаемся к хвостному хлебу все-таки. У нас нет к нему пресный хлеб. Вот здесь мы пошли разными путями с католиками. Я думаю, нашим телевидителям надо объяснить, что у меня все, многое выходит на литургическую плоскость. Но это тоже интересно. Если была бы правда вот исключительно в этом толковании, наверное, правее были бы все-таки действительно наши латинские братья. Те взяли Павлова понимание, где Павел говорит, что будьте бесквасны, говоря. То есть он продолжает линию вот эту, отрицательную за кваски, и говорит, будьте бесквасны и чисты. Для него отсутствие вот этих бактерий, отсутствие кваса, это чистота. А у нас подход такой, что их присутствие, их вот это возрастание, это жизнь. Там чистота, но это стерильная чистота какая-то. Этот хлеб не поднимется никогда, пресный. Как бы с одной стороны, да, там какая-то такая чистота. Почему-то восточная церковь пошла путем понимания, что хлеб хвостной – это хлеб более живой, что ли. То есть да, он, конечно, бродит что-то. Мы понимаем, биологически или как-то там, так как это с точки зрения естественных наук выглядит, это правильно, как вы описали, да. Но почему-то эта церковь не считалась препятствием, а наоборот, даже плюсом скорее этого хлеба. Потому что тот хлеб воспринимался как, во-первых, ветхозаветный все-таки скорее. Здесь вот еще что. То есть это просто продолжение ветхозаветных опресноков. А наш хлеб новый. И вот здесь, кстати, вопрос, какой хлеб использовал Христос на Тайной Вечере. Есть, опять-таки, как всегда, мы в библистику всегда, когда трогаем, здесь мы найдем и другие мнения. Но, в принципе, одним из таких аргументов в споре между латинской практикой, литургической и восточной, было то, что в греческом языке, в отличие от латинского, два разных слова хлеб. И опресноке, асимон или азимон, это одно. А Христос берет в руки артос на Тайной Вечере. Ну, то есть можно открыть греческий текст, а стоит там артос. А это квасной хлеб. Но, опять-таки, дотошный филолог скажет, не всегда артос квасной хлеб. То есть там есть какие-то... То есть если разложить все случаи в Писании употребления слова хлеб, оказывается, что они могут быть иногда взаимозаменяемы. Но все-таки чаще асимон это опресноке. А вот в описании Тайной Вечере совершенно точно, я этот греческий текст открывал, Христос берет артос. И здесь можно сказать, что это так, просто они взаимозаменяемы. Это тоже были опресноке, а может быть и нет. Если Христос специально берет не опресноке, желает этим что-то показать. Я представляю, что учеников это очень сильно удивило. Они-то привыкли за всю свою жизнь, за всю историю существования евреев, что на Пасхе, на Пасхальном столе ничего классного быть не может. Они, конечно, я думаю, должны быть пресильно удивлены, если бы Христос взял квасной хлеб. Но, учитывая, что это уже конец их совместного пути, они уже, наверное, привыкли к тому, что Христос очень многое делает не так. Как формально, внешне формально требовалось бы. Я думаю, что они, конечно, переглянулись так. Но они привыкли к тому, что если Христос что-то делает, нарочит это как некое пророческое действие. Когда выгоняет, погром устраивает. Он же не делает это просто, чтобы надругаться над старыми обычаями. То есть, это должно что-то значить. То есть, я думаю, что это как раз могло быть сделано специально. Я не утверждаю. Но представляю, что Христос мог, меняя парадигму, сказать, что ветхий завет уходит. Да, новый завет. И поэтому, по крайней мере, восточные всегда старались понимать так. Потому что, а иначе зачем? И, собственно говоря, поэтому наш отношение к квасному хлебу все-таки немножко не такое. Да, там есть какая-то чистота. Может быть, чистота формальная такая, знаете, безбоктонная. Стерильная такая. Отец Максим, времени не очень много. Еще хочется узнать, ну, прояснить для наших телезрителей. Мы обычно фокус внимания наводим на закваску, и от нас уходит вообще-то. Зачем это делится на три меры? И кто такая женщина, которая, собственно, эту закваску кладет? Вот как бы мы ответили на этот вопрос? Что это за женщина? Кто это? Ну, здесь, опять, здесь по этому поводу написано достаточно много. Здесь может быть просто использование, ну, то есть, скажем так, образа из хозяйства, что должен быть кто-то, да, как бы. Вот. Но один из тех вариантов, который вот мне понравился, ну, то есть, он, конечно, может быть, далеко не единственный, это некий образ души человека, то есть, который вот помещает что-то доброе в себя. То есть, есть же плохая закваска, а мы же все-таки говорим о закваске, ну, вот, в жизнь вечную, да, то есть, и мы призваны, как христиане, все-таки в свою вот эту меру, то есть, в каком-то смысле, даже в одном есть ситуация, что даже не только в душу, а вообще человек же он цельный, то есть, вот эти три отчасти могут считаться, как Павлова дух, душа и тело. Это человек, это человек в целом. У нас для Павла, очевидно, три хатомии. Есть, правда, деление просто душа и тело, а здесь интересно, что Павлу четко дух, душа и тело и так далее. И вот помещение во всего человека, то есть, для меня эти три меры, это весь человек просто, во всех его. Ну, или там у души есть три главных этих, воля, разум и чувство. То есть, условно говоря, попадает эта благая закваска, которая должна взрасти и нас как-то поднять, поднять в то, чтобы, ну, вот, тот царствие Божие, с которым притча начинается, было достигнуто. Ну, вот это не единственное покрование. Я вот встречал, да, что здесь идет отсылка к тому, что дух святый, по-еврейски, это имеет женский род. Тоже, кстати, руах. Да, руах, тот, который, вот, собственно, действует на человека, он вкладывает эту закваску, которая начинает вскисать. А если мы берем трехсоставность человека, то, условно говоря, эта закваска, нечто малое, что влагается, должно осветить все три состава. То есть, на уровне... Это тоже очень важно, потому что у нас иногда игнорируется, что у человека важен только дух, но христианство, это же не голос, спиритуализм, всегда, наверное, постоянно поощркивается. И Павел, опять-таки, Павел в своей трехтомии пишет, храмы ваши будут, да будут, тела ваши, да будут храмами Духа Святого. То есть, нет в человеке ничего неважного, и нельзя пренебрегать телом, не говоря уже там обо всем остальном. Ну и вот уже в качестве некой завершающей сегодняшнюю встречу темы, что же должно преобразиться? То есть, вот если мы все-таки берем положительную коннотацию закваски, и мы говорим, например, что все-таки... Ну, об этом, собственно, Павел писал, да, и многие святые отцы потом этому посвящали целые тома, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, бесполезна. То есть, получается, как бы, ну, условно говоря, вот этот маленький камешек, от которого расходятся концентрические круги, это именно событие воскресения, и именно оно, это событие является той закваской, которая должна преобразить в нас все в нашем составе. Вот что должно быть преображено? Потому что очень часто... Ну, это в качестве такой, может быть, мини-проповеди, что ли, да, сейчас хотел бы для наших телезрителей, чтобы вы прояснили. Потому что я иногда периодически вспоминаю слова не во святых, не отца, но нашего, Егора Летова, который пел, да, про... Правда, про Джима Моррисона, но это можно же поменять на Христа, что у тебя умер Христос на крыльце, а ты остался таким же, как и был. Что-то должно измениться. А вот что должно преобразиться, и что должно измениться, вы как пастырь, как это можете сформулировать? Ну, поскольку закваска действительно в воскресенье, как вы сказали, было бы, ну, как неким идеалом, я себе вижу, при всем том, что мы ведь все равно продолжим жить в миру, ну, так или иначе, мы никуда не денемся из него, и наша жизнь все равно будет иметь кучу всяких граней, как вот многогранник такой, и вполне себе, ну, вот, пересечения с этим миром, но при этом с ним можно пересекаться, и мы все равно, да, там, в нем продолжаем жить, но даже в нем можно жить по-разному. Причем мир сложный, он лежит в возле, да, то есть, ну, мы все как-то в одном мире живем, но разные, да, и не обязаны, наверное, быть одинаковы и идти, там, под диктовку мира. То есть, можно продолжать оставаться как бы в этом мире, но уже быть не совсем в этом мире. То есть, вот, идеал, как бы, христианин, который еще пока здесь, конечно, куда деваться, не все в пустыне, как Мария Египетская, о котором мы в прошлый раз говорили, уходить. Вот, прием, надо еще умудриться здесь остаться, а быть так, чтобы вот по-настоящему Христос стал не просто закваской, а уже полноценным, как бы, ну, содержанием в твоей жизни. То есть, от совсем, там, может быть, состояния зерна, просто стержнем. То есть, и даже живя в этом мире, ты, ну, идеал, Павел сам говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Если говорить совсем высоко, да, то имейте те же чувства, что и во Христе Иисусе. То есть, это тоже слова Писания. Вот, как некий идеал, действительно, жить в этом мире, при этом, чтобы в нем, но не ради него, и не только им, а жить в этом мире, но при этом жить Христом, чтобы просто Христос действительно стал стержнем всей твоей жизни. Ну, еще плюс, мне вот тоже кажется такой интересный момент. Относительно недавно тоже у нашего украинского богослова Александра Филоненко, или Филоненко, каждый раз, не знаю, как произносить фамилию. Он интересный образ взял, говорит о том, что христианин – это тот, кто должен сфокусировать взгляд вот на мелочь. То есть, условно говоря, находить отголоски этого самого царства в этом мире. На что он обращает внимание. Ну, вот, в частности, мы с вами говорили про благовещение. Он очень интересно вот эту тему поднимает. Он говорит, что я просто из многодетной семьи. И, например, ну, как в любой семье, там, братья и сестры ссорятся, ругаются, дерутся, что-то выясняют. И мама подходит и говорит, что вы все для меня ценные, вы все для меня важные, вы все мною любимы. И говорит, вот однажды она мне это сказала, я посмотрел по сторонам, увидел своих там братьев и сестер, и вдруг я понял, что если бы, например, они в тот день, когда, допустим, они пошли в кино, не произошло то, что произошло, мое зачатие, это могло бы произойти, там, условно говоря, на следующий день, я бы не появился так, как вот в том виде, в том образе, в котором сейчас стою я. Это мог бы быть Петька, которая вот рядом, или могла бы быть Сашка. И он говорит, вот в этой мелочи, мелочи настоящего момента, в этой маленькой закваске, я вижу этику воскресения, которая, скорее, этика не такая, не социальная, а событийная. Вот. Ну, в общем, я вот свои пять копеек просто хотел бы сказать, что действительно отголоски этого воскресения, а воскресение – это торжество царства, это торжество жизни, мы же говорим, что смертью смерть поправ, скажем скоро, что восторжествует жизнь. Вот эту закваску жизни суметь заметить, суметь увидеть, на мой взгляд, это очень важная такая культурологическая, богословская способность человека. На сегодня мы заканчиваем нашу передачу. Я безмерно благодарен вновь за тот контекст, который вы, дорогой отец Максим, создаете в наших беседах. Он исторический, культурологический, и богословский, и библейский, и мне кажется, это прекрасно. Спасибо вам огромное. Спасибо за приглашение. С вами, дорогие наши зрители, мы прощаемся. Теперь мы уже увидимся с вами на Страстной Седмице, и там мы будем говорить уже о совсем других вещах, не связанных с нашим личным покаянием. Будем по возможности посвящать время Христу, который идет на распятие, для того, чтобы через некоторое время воскреснуть. Храни всех вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok